11.06 в Кирове. Начинается программа «Разворот со слушателями». Это значит, что мы принимаем звонки по телефону 211-101. У нас прямой эфир. В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Ничего удивительного в том, что мы сегодня слушателей подключаем нет, потому что темы две. Так или иначе, они связаны с дорогами. В первом часе мы говорим о росте цен на бензин и о ситуации с ценами на бензин в нашем регионе. Не с дорогами, а с транспортом. С транспортом, да, хорошо. Второй час у нас посвящен транспортной ситуации на перекрестке Московской, Ердяково и Солнечной. И Солнечного проезда, наверное, или Солнечная там улица. Солнечный проезд. Солнечный проезд возле торгового центра «Максим». Полностью посвящен будет второй час большой пробки на улице Московской. Так ее заглавили даже федеральные СМИ, которые об этом писали. Серьезно? Это тема, да, федеральные СМИ, потому что такой большой пробки, как образовалась на прошлой неделе в городе Кирове, я вот не припомню вообще, вообще не припомню никогда. Даже когда была тяжелая там ситуация с погодными условиями, а здесь при довольно чистых, так скажем, дорогах, освобожденных от снега, мы увидели практически транспортный коллапс. В общем, сами в нем поучаствовали. Ты ведь тоже стояла в этих пробках, как и я. Да, я тоже постояла, и с тех пор, как постояла, езжу в объезд теперь. Ну, смотрите, сегодня я езжу через Воровскую производственную. Значит, во втором часе к нам придут представители ГИБДД и представители городской администрации, и мы тоже будем принимать звонки от слушателей по телефону 211-101. Готовьте свои истории, как вы стояли в пробках, и вопросы ГИБДД, и вопросы городу, о том, как они собираются избежать впредь таких ситуаций, и что с этой конкретной ситуацией будут делать. Мы действуем по запросу наших слушателей. Ну и в первом часе тоже мы действуем по запросу наших слушателей, поэтому тоже принимаем звонки 211-101. Что происходит с ценами на бензин? Мы выслушаем оценку антимонопольщиков. У нас в студии Марина Никонова, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Марина Леонидовна, добрый день. Добрый день. Принимать звонки мы будем после первого перерыва, после 16-й минуты. Мы хотим у вас спросить, как изменилось ваше водительское поведение? Сократили ли вы количество выездов на своем личном автомобиле? Может быть, выездов в центр, может быть, выездов, там, отвезти ребенка куда-то, уже сами добираетесь на общественном транспорте. Или пешком. Или пешком 211-101. И верите ли вы в то, что цены на бензин можно стабилизировать, или вы прогнозируете, что они еще будут расти, в таком случае, что вы будете делать со своим автомобилем? 211-101 после 16-й минуты. После 16-й минуты. Марина Леонидовна, УФАС в настоящее время как оценивают ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов в Кировской области? Для того, чтобы говорить о ситуации сегодня, надо вспомнить, какая ситуация у нас была по состоянию на начало июня этого года. Почему мы привязываемся к июню? Почему? Потому что весной у нас было резкое, мы наблюдали резкое повышение цен. Правительство Российской Федерации предприняло меры по стабилизации цен на тот период. И нефтяные компании согласились заморозить розничные цены на уровне 30 мая 2018 года. И по сегодняшний день на заправках Лукойла эти цены сохраняются. Имело место повышение цен на заправках ЧПЕС нефтепродукта, это независимый участник нашего рынка. А потом они откатились? Они немножко откатились, потом было снова повышение. Ну вот эти цены, данные участник рынка объясняют тем, что повысились именно оптовые цены. Закупочные. Оптовые цены, по которым топливо приобретается. Сейчас мы по данному факту проводим проверку. Запросили документы. Документы еще представлены не в полном объеме. Запросили документы у ЧПЕС нефтепродуктов? Да, запросили документы у данного продавца. Мы их будем оценивать, насколько все-таки поднялись эти оптовые цены. Но мы знаем ситуацию, сложившуюся на общероссийском рынке. Оптовые цены для независимых участников рынка действительно растут. Но если говорить о том, сравнивать город Киров, у нас здесь доминирует все-таки Лукою. Они занимают долю достаточно большую на рынке. Сколько примерно? 64% это 92-й бензин и 78% 95-й. Соответственно, ЧПЕС нефтепродукт это 20-10%. Но несравнимые, конечно, цифры. Конечно. Поэтому здесь в отношении жителей города Кирова, я могу сказать, что ситуация стабильна. И выбор есть. И выбор есть, да. Но не хотите брать у ЧПЕС нефтепродукты, берите у Лукоила. У нас немножечко еще Башнефти представлено. Это совсем мизерная доля? Башнефти, она и была у нас представлена небольшой долей. Мы, когда изучаем рынок, это у нас 11 участников рынка. И самая большая доля, помимо двух, которых я уже обозначила, самая большая доля 4%. То есть они являются такими конкурентами, скажем, никакого влияния они существенного на рынок не имеют, но имеют свою какую-то долю на рынке. Вот это словосочетание «ситуация стабильная», оно как раз подходит к описанию цен на рынке бензина, именно в связи с тем, что у нас практически монополизирует рынок Лукоил. И Лукоил, как крупнейший производитель и поставщик, имеет соглашение с правительством Российской Федерации о сдерживании цен. Правильно я понимаю? Да, конечно. Это правильно. Заморожены цены, эти договоренности, они соблюдаются и будут соблюдаться, должны соблюдаться, во всяком случае, до конца года. До конца этого года? До конца этого года. А после 1 января 2019? С 1 января 2019 года у нас повышаются ставки НДС, налога на добавленную стоимость на 2%. Соответственно, это может повлечь увеличение розничных цен не более чем на 1,7%. Но это только из-за НДС. Из-за НДС. А повышаются ведь еще акцизы? Повышаются акцизы. Акцизы повышаются до уровня примерно чуть больше, чем те акцизы, которые должны были быть с 1 июля 2018 года. Эти акцизы не только бы не было повышения, но они и были снижены с 1 июля. Это в ответ на согласие нефтяных компаний заморозить цены. Это такое алаверды, да? То есть они заморозили цены, а мы им акцизы не повысили. Естественно. Но с 1 января повысим. С 1 января акцизы будут повышены. И, соответственно, вот почему возникла необходимость договариваться правительству Российской Федерации, да не только с Роснефтью, со всеми нефтяными компаниями крупными, которые мы считаем вертикально интегрированными компаниями, занимающиеся добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов. Вот со всеми этими компаниями имеется договоренность на сегодняшний день о том, что в январе цены в рознице не должны повышаться более чем на 1,7%, а с февраля розничные цены не могут повышаться более, чем установлен уровень инфляции в нашем социально-экономическом прогнозе Российской Федерации. А сколько это процентов? Это 4,3%. Ага, то есть, ну, 6% получается, да, если взять январское повышение, 1,7% максимальное. И февральское. И февральское. Подождите, это же среднегодовой показатель, да? Понятно, так. То есть, соответственно... В месяц это не 4%, не 5%. Это не 5%. Мы имеем, то есть, все равно эти две цифры. Можно ожидать, что с 1 января на 1,7% поднимутся цены на бензин, а с февраля смогут уже вот эти большие компании их повышать на уровень инфляции. На уровень инфляции. И вот здесь вопрос, они... Это тоже будет регулироваться. Правительство попросит эти компании растянуть этот процент 4, и сколько там процентов получается? 4,5% инфляции? 4,3%. 4,3%. Растянуть на год, на полгода? Или у компании будет возможность, например, прямо в феврале бабахнуть эти 4,3%? Эти договоренности существуют пока на сегодняшний день. Они достигнуты до 31 марта 2019 года. А дальше начнется посевная. И традиционно всегда у нас бензин дорожает в это время. Там будут тоже определенные меры приняты. Даже сейчас известно, какие. Да, федеральной антимнопольной службе поручено разработать порядок установления плавающих акцизов, которые будут меняться в обратную сторону в зависимости от котировок на нефть. И, соответственно, наверное, какие-то механизмы дополнительно будут прорабатываться. Но пока вот то, что какие договоренности достигнуты на сегодняшний день, они будут действовать до конца марта 2019 года. Контроль за ценами на АЗС возложен на федеральную антимнопольную службу и на федеральную налоговую службу. Ну, скажем так, взамен на те договоренности, на которые компании пошли, иммунитет установлен для этих компаний от федеральной налоговой службы и от федеральной антимнопольной службы. А то есть вы их проверять не можете, получается? Мы их не можем наказывать за сдерживание цен. А, за сдерживание цен. Федеральная налоговая служба не должна делать до начисления по налогу на прибыль. Прервемся сейчас на полминуты. И после этого сможем поговорить и со слушателями тоже по телефону 211-101. Как на вас сказалось повышение цен на бензин? Стали ли вы выезжать на своем автомобиле реже? Пересели ли вы на общественный транспорт? И у нас будет еще вопрос для предпринимателей, потому что вот буквально до выхода нашего в эфир наши московские коллеги привели, озвучили новости, основываясь на материале коммерсанта о том, что уже с июня месяца, вот как раз с того времени, как стали действовать договоренности с большими федеральными вертикально интегрированными компаниями, и Роснефть, и Лукоил нашли обходные маневры. Они стали собирать сервисный сбор, затопленную карту у больших компаний, которые обслуживаются на этих заправках, и в связи с этим дистопливо для таких компаний подорожало на 5% и на 1% бензин. Продолжаем разговор. Что происходит с ценами на бензин? Будут ли они еще дорожать? И как эти цены на бензин сказались на вашем, наш слушателе, поведении автомобильном, как автомобилистов? Стали ли вы реже выезжать на своем автомобиле, пересели ли вы на общественный транспорт, ожидаете ли вы и готовы ли вы, самое главное, к еще большему росту цен, и что в связи с этим будете предпринимать? Но у нас есть основания, которые помогают нам с Аней поговорить об этом. Это исследования, которые были произведены в ЦИОМам и также фондам общественное мнение как раз в июне 2018 года, когда, собственно говоря, все и происходило. В частности, по исследованиям фонда общественного мнения, почти пятая часть российских автомобилистов пересела на общественный транспорт из-за роста цен на бензин. Еще четверть готовы это сделать, если стоимость топлива продолжит увеличиваться. Вот такая история. Очень жаль, кстати говоря, что вот в сообщении, которые у нас есть, не отражена история, там раскладка, да, это все-таки большая часть опрошенных в регионах проживает российских или в Москве, потому что есть большая разница между тем, как работает общественный транспорт в регионах и как работает общественный транспорт в Москве. В Москве проще пересесть на общественный транспорт. Более половины опрошенных заявили, что в их семье есть автомобиль, при этом 18% отметили, что им пришлось от него отказаться из-за роста цен на бензин. Это летняя ситуация, будем следить, как сейчас проходят вот эти опросы. Для 36% россиян изменение цен на топливо не было критичным, но 23% из них заявили, если рост цен не остановится, им придется пересесть на общественный транспорт. И большинство опрошенных подчеркнули, это я все еще по фонду общественное мнение рассказываю, что рост цен на бензин сильно влияет на их повседневную жизнь, так как из-за него растут цены на все. Многие не знают, с чем это связано, но связано это с салченностью нефтяных компаний. Вот о чем говорят россияне. А нефтяные компании, в свою очередь, насколько я помню, в июне нам заявляли как раз о том, что они-то вот в убыток себе работают, вообще практически благотворительностью занимаются в отношении жителей страны. Мы сейчас не будем спрашивать у нашей гости, Марина Никонова, руководитель управления федеральной монопольной службы по Кировской области, насколько доходны нефтяные компании в Российской Федерации. Но мы спрашиваем вас, слушатели, и вы можете с нами поговорить по телефону 211-101, вы как изменили свое поведение в связи с ростом цен на бензин? И как сильно это ударило по вашему бюджету, может быть, если вы не можете от него отказаться? Вот, Аня, ты изменила как-то выезды свои? Нет, но я не очень много езжу, мне не сказать, что прямо вот расходы на бензин, это такая составляющая часть большая моих расходов. Ну, я бы сказала, что у меня немаленькая все-таки составляющая часть расходов. И когда ты складываешь бензин плюс ремонт автомобиля, его обслуживание, автомойку и прочее, я все чаще начинаю задумываться, конечно, не над тем, чтобы пересесть на общественный транспорт. А над тем, чтобы пересесть на велосипед. А над тем, чтобы пройтись пешком. Потому что ни для общественного транспорта, ни для велосипеда в городе Кирове комфортных условий до сих пор нет. Для пешеходов, не поверишь, тоже нет. Много где. Ну, почему не поверишь-то? Я ведь хожу пешком, Аня. Я про это сейчас и рассказываю. Что хожу пешком и понимаю, что я бы ходила больше, если бы не было так грязно. Так страшно грязно. Ни дождь, ни снег не мешает ходьбе пешком. А вот грязь на улицах, непролазные тротуары, разбитые бордюры, незаделанные ямы, глина, освещение. Вот это все мешает. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Я не согласна с выступающей о том, что цены вырастут на 1,7%. Ведь на 2% поднимается налог на добавленную стоимость, а не на всю цену продукта. Поэтому она неправильно считает. Во-вторых, я не согласна с тем, что постоянно на местах антимонопольная служба не находит ошибок. Начинать надо с самого начала. С нефтедобывающей цепочки. И вот на бензин должны устанавливать цены государства. И также на электроэнергию. Это безобразие, пора кончать. Надежда, а как бы вы считали рост цен на бензин? То есть вот вы говорите, что антимонопольные службы... Ну, я вот так посчитала. Например, если товар закупают по 100 рублей, а продают по 150, значит, добавленная стоимость у нас 50 рублей. Если было 18%, значит, процентов, это 9 рублей налога с 50 рублей. А если будет 20%, то будет 10 рублей. Оно никак не получается, что на 1,7. Они неправильно считают. Понятно, Надежда. Спасибо. Вот у нас, видите, жители считают вот так. Вот такие подсчеты производятся. Но очевидно совершенно, что даже я, выслушивая эти цены, цифры, проценты, каждый раз приезжая на автозаправку, вообще не понимаю, вообще не понимаю, как они меняются, почему сегодня так, а завтра по-другому, а послезавтра третье. И, честно говоря, прогнозировать вот как-то вот так, чтобы сел и подумал, и посчитал на будущий год, какие у тебя расходы будут на автотранспорт, да. Там, например, запланировал там поездки, отказался от каких-то, влез вот в этот бюджет. Вот вообще никак не получается. Настолько нестабилен рынок цен на топливо для частного потребителя, что планировать совершенно никак не удается. И вот только вот когда прижимает уже совсем, ну, а, господи, продам я эту машину. Вот нет никаких сил, честное слово. Вы на личном автомобиле передвигаетесь, Марина Леонидовна? Я на служебном передвигаюсь и на личном. Ну вот история, кстати говоря, со служебными автомобилями. Мы как раз привели в пример новости. Топливные карты? Топливные карты, которые коммерсант опубликовал, что уже с июня, несмотря на достигнутую договоренность с Роснефтью и Лукойлом, на их заправках, а это крупнейшие сети в Российской Федерации, вот сервисные сборы за топливную карту ввели и на 5% для больших компаний, у которых есть автопарк, повышается цена на дистопливо, повысились и на 1% на бензин. Ведь это тоже не маленький сегмент рынка, да? Не маленький сегмент рынка. Почему топливные карты вводятся? Они вводятся для того, чтобы привлечь покупателей именно на заправке того, кто вводит эти топливные карты. И, соответственно, интерес у розничного продавца есть к тому, чтобы у них заправлялись. Чтобы это были постоянные клиенты, которые берут большие объемы. Да, да. Но то, что сейчас происходит о том, о чем вы говорите, да, у нас таких заявлений не поступало. Вы работаете по заявлениям, по заявкам? Да, конечно. Заявлений таких не поступало к нам, мы этой ситуацией не владеем на сегодняшний день. Ну вот и Роснефть с Лукойлом тоже пока не комментирует вот этот материал коммерсанта, хотя новости, конечно, сегодня очень активно с утра распространяются. Если вы владелец большой компании, у которой есть транспортный парк, и вы пользуетесь такими транспортными картами, позвоните нам 211-101 и расскажите, как у вас изменилось потребление бензина, насколько выросли расходы и что вы в связи с этим предпринимаете. 211-101. Ну вот смотрите, есть еще материал в ЦОМА, который тоже от июня месяца. Это материал с заголовком. 83% россиян ожидают ухудшения материального положения из-за роста цен на бензин. Вот тут уже не говорит в заголовке, как минимум в ЦОМ, о том, что меньше стали пользоваться личным транспортом, а говорят о в целом ухудшении материального положения. А я объясню у нас, потому что любое повышение цен, начиная от стоимости билетов на проезд в общественном транспорте, заканчивая ценой хлеба в магазине, поставщиками этой продукции объясняется просто «Растут цены на бензин». То есть мы действительно это понимаем, потому что хлеб его надо довезти, ну как минимум от хлебозавода до магазина, и объясняют «Растут цены на бензин». Вот вам, пожалуйста, это все закладывается в цену продукта. Так что ничего удивительного, да? Да, но тут в ЦОМ приводит в целом, на самом деле, вот в тексте именно расклад по топливу и именно частному потреблению топлива. Ухудшение своего материального положения, я цитирую, за рост цен на топливо предполагает 83% опрошенных, в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% незначительном, то есть вот половина на половину практически. Водители настроены пессимистично, половина из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности. Ну, я, честно говоря, вот, Светлана, сколько пользуется автомобилем обычный житель города, ну, например, Кирова? Не такие большие расстояния. Я не думаю, что это вот у человека, для которого машина — это просто средство передвижения, условно, от магазина до дома еще куда-то. Я не думаю, что это такая прям вот большая часть расходов в бюджете. Я тебе только что признала, что для меня это серьезная часть расходов в бюджете. Ты говорила о том, что это ремонт и обслуживание машины. Нет, бензин — это тоже большая часть расходов в бюджете. И зимой тратанный бензин достигает 3,5-4 тысяч, а летом не меньше, потому что расстояние увеличивается. Если у тебя есть машина, тебе хочется выехать на природу, тебе нужно доехать до дачи не однажды, потому что летом ты туда ездишь. И это серьезно. Если мы вспомним... Повышение цен на 2% от 4 тысяч рублей. Насколько большую дыру пробьет в твоем бюджете? То есть, учитывая рост инфляции, повышение цен на продукты, повышение цен на услуги... Про бензин. Нет, все остальное? И зарплату, как это все остальное. Все остальное, нет, подожди. Это брешь, конечно, брешь. Если бы падали так же, как и благосостояние мое, цены на бензин, то брешь бы не было. А вот мы сейчас у Марины Леонидовны спросим, есть вообще какие-то предпосылки к тому, чтобы цены на бензин начали снижаться? Вообще такая ситуация возможна? Хоть когда-нибудь. Вот смотрите, значит, те цены, которые были у нас установлены на конец мая, как я уже говорила, да, они сохраняют свое действие. Здесь волноваться не надо до конца года. Мы заправляемся по тем ценам, какие сложились. То, что во всех средствах массовой информации сейчас обсуждается эта тема будущей стоимости бензина, да, здесь, ну, мы все понимаем, что, конечно, цены на бензин, они играют важную роль не только для самого человека, как пользователя, да, личным автомобилем, но и это большая составляющая в некоторых, там, скажем, продуктах, питаниях. Во всех, даже даром. Вот. Поэтому государство и озабочено этим. Поэтому введены эти меры. И если хотя бы одна из нефтяных компаний не будет придерживаться этого порядка, их сразу же предупредили, тогда будут другие санкции. Это вывозные экспортные пошлины, они сразу же увеличатся. Дело в том, что... Почему повышаются цены на внутреннем рынке? Тут и сказываются... Потому что наружу продавать выгоднее. Да, да, на экспорт продавать выгоднее. Оголяется внутренний рынок и, соответственно, повышаются наши цены внутри. Поэтому вот эти заградительные меры, они и были приняты правительством. И я думаю, что это мартом не закончится. Какие-то меры будут приниматься еще и далее. Это меры сдерживания. Это меры сдерживания. Для того, чтобы цены понижались, и это было такое у нас... Давайте вспомним. Конец 2008 года, начало 2009 года. Начали резко падать цены на мировом рынке. На нефть. На нефть. Соответственно, стали снижаться оптовые цены. И розница пошла вниз. Вот я не помню. Я не ездила тогда за рулем. Я не помню, к сожалению. Это тоже ситуация была по всей России. Она характерна не только для Кировской области или для какого-то отдельного региона. Но незначительно. Они незначительно упали, эти цены на бензин. Не так серьезно, как это бывает. Кстати, это не самая приятная ситуация, когда падают цены на нефть, потому что это плохо сказывается на российском бюджете. То есть вот здесь все завязано друг за другом. Это единственная возможность для падения цены на бензин. Это снижение цены на нефть на мировом рынке. Мы прервемся сейчас на полторы минуты. Я знаю, что у нас есть слушатель, который позвонил в студию по телефону. Просим его подождать. После рекламы поговорим. Продолжаем разговор о ценах на бензин, что с ними происходит и как они сказываются на жизни каждого из нас. Мы общаемся с Мариной Никоновой, руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. И с вами наш слушатель по телефону 211-101. Как изменение цен на бензин сказывается на вашей жизни? Сейчас спрашиваем очередного нашего слушателя. Добрый день. Алло, у нас есть слушатель еще? Не дождался, наверное. Звоните 211-101. Регламент, если регламент. Нам надо было выйти на рекламу. Потому что, если не будет рекламы, то будет брешь в нашем бюджете, родийном. Да, действительно, когда в июне месяце очень мощный пошел отклик от автомобилистов, очень мощный пошел отклик от жителей страны на повышение цен на бензин, Владимир Владимирович Путин заявил, что это недопустимо. То, что сейчас происходит, цены на нефть на мировом рынке поднялись. И они считают недополученную прибыль на этот объем нефти. Он имеет в виду производителей, которые отправляют, которые они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить большой доход. Вот как раз он подтверждает ваши, вот эта цитата, ваши слова, Марина Леонидовна, что нефтяным компаниям было выгодно, конечно, торговать нефть и бензин за рубеж для того, чтобы получить сверхприбыли, а не реализовывать ее на внутреннем рынке. Поговорим со слушателем. Есть звонок. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Давайте еще несколько секунд, заглядим возможность нашему слушателю пробиться. Проблема со связью у слушателя нашего. Бывает такое, не все звонки проходят. 211-101. Хорошо. Мы возвращаемся к, скажем так, к сравнению нашей области с другими регионами. Это то, о чем мы говорили в перерыве, пока была реклама. Я приводила в пример Калининград, где мои знакомые написали мне о том, что вы там в Кирове у себя жалуетесь на 92-й по 42 с чем-то рубля, а у нас 47 с копейками он стоит. Вот если мы сравним динамику роста цен на бензин в России и в Кировской области, не знаю, в Уфас сравнивали или не сравнивали, Кировская область все-таки на фоне остальной России как. У нас сложнее ситуация, больше цены растут, быстрее. По крайней мере, в новостях проходила информация, что в Кировской области цены на бензин выше, чем в других областях, растут быстрее. Управление всегда наблюдает за этой ситуацией. Мы смотрим динамику цен на нефтепродукты, как в Кировской области, сравниваем ее с ПФО и в целом по России. Здесь можно говорить о средних показателях. Если это 92-й бензин, то рост цен за 10 месяцев укладывается в среднее значение по России. Если мы берем 95-й бензин, вот здесь мы уже становимся лидерами. Света, не повезло тебе? Так я тебе об этом и говорю, а ты мне все убеждаешь, что у меня все в порядке. Если мы анализируем цены на дизельное топливо, то наши цены растут более медленными темпами, чем в среднем по России и по ПФО. А вот, кстати, по дизельному топливу у нас большинство звонков возмущенных слушателей было. Вот не в рамках эфира, а я сижу, принимаю звонки, очень много звонков по поводу повышения цен на дизтоплива. Дизельное топливо, здесь нужно говорить о том, что мы вступаем в зимний период. Есть летнее дизельное топливо, есть зимнее дизельное топливо. И, соответственно, зимнее, оно уже, если оно к нам приходит, то оно приходит по более дорогой цене. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы все-таки надеемся, что у нас наладится связь. У нас нормальная связь, я спрашиваю Дениса Князева, нашего звукорежиссера. У нас проблем нет, это значит, что у слушателей. На уровне слушателей бывает такая проблема. Как изменение цены бензина сказалось на активности вашей как водителя? Стали ли вы реже выезжать? Пересели ли вы на личном автомобиле? Пересели ли вы на общественный транспорт? И думаете ли вы о том, чтобы отказаться от автомобиля, например, в следующем году, в связи с тем, что рост цен по всем прогнозам продолжится? А между тем, экономика наша сжимается, инфляция все-таки растет, и реальные доходы населения падают. Об этом говорят все абсолютно эксперты. Сейчас послушаем нашего слушателя. Может быть, у него другая ситуация. Добрый день. Ох, тяжелый вздох был там. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут, пожалуйста, и выскажите. Меня зовут Константин. Да, Константин. Конечно, могли бы меняться вниз или не росли бы, если бы правительство занималось протекционизмом для бизнеса и вкладывалось в инфраструктуру. То есть это такие общие слова, но это нужно делать. А расшифруйте, Константин. Переходить на газ, допустим, создавать конкуренцию. Все это будет способствовать снижению цен. Есть биотопливо. То есть есть технологии, которые у нас не развиваются. Во всем мире они есть, присутствуют. Ничего выдумывать не надо. Нужно делать то, что уже придумано. Вы говорите о том, что не нужно сидеть все время на вот этой бензиновой нефтяной игле, а нужно развивать направление производства новых видов топлива. Альтернативных. Таких как газ, таких как переработка пищевых, например, отходов. Там, я не знаю. Да, очень много технологий сейчас. Электричество. Все это вместе снижает конкуренцию и будет снижать. То есть вы согласны с большинством россиян, которые на опрос фонда «Общественное мнение» сказали, что причиной роста цен на российском рынке является не что иное, как алчность нефтяных компаний, которые были нивилизированы. Да, это управленческие вопросы. Вопросы развития вообще территории. То есть это общий вопрос. Здесь всего касается. Да, скажите, а вы сами водитель? Вы сами водитель? Конечно, да. И как сказался рост цен на бензин? Сказывается рост цен на бензин? Потому что непрерывный процесс у нас в стране, да? Ну, как у всех сказывается. То есть это негативное отношение, негативные эмоции. Ну а что с этим делать? Вы от машины отказываетесь или думаете о том, чтобы меньше поездок совершать? Ну, к сожалению, я ей пользуюсь для бизнеса, поэтому как я могу отказаться? У меня просто растут расходы, снижается моя рентабельность. Ну вот насколько значительно все-таки это сказывается на вашей повседневной жизни? Пришлось ли где-то другие расходы сокращать? Значительно сказывается, потому что это ведь не одна статья расхода. Все статьи расходов подряд. И это в том числе. Ну вот просто хочется хотя бы каких-то примеров. Меньше, более дешевые продукты стали покупать, меньше костюмов в год купили, пальто через пять лет. Да нет, ничего дешевле-то. Все дорожает. Нет, я сказала, меньше стали покупать. Меньше, да. Хожу, допустим, в кафе. Не ходите в кафе? Понятно, спасибо. Вот мне этих хотелось подробностей просто. Где, как это все сказывается на нашей повседневной жизни? 211-101. У нас есть еще 4 минуты, чтобы принять ваши звонки. Как повышение цен на бензин сказывается на вашей повседневной жизни? 211-101. Вообще, на самом деле, Марина Леонидовна же нам сказала, какие факторы влияют на увеличение стоимости топлива, рост или снижение цен наоборот на мировых рынках. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый день. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста, и вы сказываетесь. Алло. Да, да, пожалуйста, говорите. Сергей Игоревич, мне бы хотелось бы сказать, что, госпожа монопольщица, в этом году мы с каждой тысячи рублей платим 611 рублей налогов. Ой, 630 виноват. А с будущего года будем 711 с каждой тысячи рублей забирать правительство. Я бы на месте заправщиков просто повесил бы такие стенды. И поэтому там насчет заградительных, все остальное, это немного от лукавого. Спасибо. Ну, я не очень поняла, о чем говорит Сергей Игоревич. Говорит с каждой тысячи рублей в цене бензина, я так понимаю. Он об этом говорил? Нет, я понимаю так, что он говорит о том, какие налоги платит, и увеличение налогов, оно как раз у него будет и связано с повышением ставки НДС. Я так понимаю. Он говорит о том, что повышение ставки НДС, повышение налогов, оправдание повышения цен на нефтяных заправках. И если бы такие стенды стояли, то люди бы задумались, но что бы они сделали? Вот против пенсионной реформы выступали, а против повышения налога на 2% НДС, хотя все эксперты говорили, ничего не говорили люди. А люди потому что не поняли. Понимаешь, вот пенсия, она вроде понятна, касается всех, да? А люди не понимают, каким образом будут сказываться. Я только должна сказать, что Марина Леонидовна не монопольщица, а скорее антимонопольщица. Примем еще один звонок. Алло, добрый день. Алло. А снова у нас почему-то не слышно слушателя. Не получается. Может быть, это тот самый, который пытается к нам пробиться все это время. У нас остается буквально 2 минуты до завершения эфира. Если кто-то дозвонится, мы еще успеем принять один звонок. Одну реплику, я бы сказала. Но это действительно во многом звенья одной цепи. Мы еще не говорим о том, что на общую ситуацию экономическую, в том числе и на бензиновую ситуацию, сказались супер- и гиперпроекты Российской Федерации, такие как Крымский мост и вообще поднятие Крыма, которое потребовало огромных просто средств. Это неразрывно совершенно связанные вещи. Вот об этом тоже нужно говорить. И когда мы принимаем такие решения, то мы за них расплачиваемся и расплачиваемся всем миром. Потому что, в общем, весь мир, мы все поддержали это решение. А вот я, Марина Леонидовна, сейчас спрошу внезапно, я вдруг поняла. А вот эти вот программы федеральные, которые запущены по всем регионам, по массовому ремонту дорог, это тоже каким-то образом сказывается или нет? Или об этом нет данных? Нет, почему? То, что программы запущены, эти программы работают. Они работают? Нет, 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 не вопрос. Это закладывается в цену на бензин или нет? Как программа безопасной и качественной дороги сказывается на цене на бензин? Да. Ну, выделяются же огромные деньги федерации на это, нет? Выделяется, предусмотрена строка в бюджете, в федеральном бюджете, да, эти деньги поступают в субъекты. Там есть бензиновые деньги или нет? Почему? Давайте говорить о том, что акцизы поступают они как раз в дорожные фонды. Да, это акцизы. Они поступают в дорожные фонды, естественно, и формируются деньги на ремонт дорог с учетом тех средств, которые есть в дорожных фондах. Но это за рамками программы. Ну, мы должны завершать. Я только хотела под конец нашей программы один такой бантик преподнести нашим слушателям, по-моему. Неужели бантик есть? Возможно, это у Володи Сметанина в трассе я услышала или где-то в другой программе эховской. Ну, так вот, испытания беспилотных автомобилей проходят в Москве и в Татарстане. Вот-вот начнутся. И говорит правительство, что я не помню, в 2020 или в 2025 году уже беспилотники будут привычным явлением на дорогах Российской Федерации. С чем нас и поздравляю. Спасибо. Более того, это еще и электрический двигатель. Да, может, к этому моменту бензина не понадобится. Марина Никонова, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, была у нас в гостях. Во втором часе, после 12, в развороте со слушателями, мы говорим о ситуации... Обсуждаю пробку на Московской. С пробкой на Московской. Спасибо.